МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И к ментам ходить не вздомай, поняла? Чему не учили в школе? Часть наших школьниц занимались проституцией. Что связывало Олега Газманова с путанами? За такую песню готовы весь эскадрон бесплатно обслуживать. Тогда поездка на отдых становилась путёвкой в ад. Девушки просто не возвращались. А люди превращались в зверей. Они мечтали о красивой жизни. Обслуживали по 40 человек в день. Но становились живым товаром. Женщины были сожжены заживо. Они сексуальные рабыни. Ни с кем не общаюсь. Их участие не спит. Смотрите «Лихие 90-е» с Анастасией Мельниковой прямо сейчас на НТВ. Здравствуйте. Девочки, первый сорт. Ни одной рожавшей нет. Остальных показать. Девочки, строимся быстренько. 100 долларов в точку. Проституция начала 90-х. Самая массовая форма рабства. Московские милиционеры регулярно устраивают облавы на эрогенные точки города. В нескольких местах одновременно. Время, деньги, начальник. Трогай. В 90-х привычные советским женщинам парикмахерские превращаются в диковинные салоны красоты. Вместо громоздких сушилок – компактные фены. Гидроперид заменили щадящие импортные краски. Мастеров теперь громко называют стилистами. Именно в таком салоне одна из девушек, начинающий стилист, получила неожиданное предложение. Переехать работать в Москву. После долгих уговоров Ирина соглашается. Но вместо элитного ночного клуба попадает в обыкновенный бордель. А ее хорошая знакомая оказывается совладельцем притона. Она меня встретила, поселила в квартире, забрала документы. И с этого момента я уже не выходила из квартиры. Ира теперь одна из сотен девушек по вызову. Она – сексуальная рабыня. Ну, они постоянно контролировали. Ну, если ты что делаешь не так, то нас били. У нее нас сила. Знаменитый телемост между СССР и США. Первая после долгих лет холодной войны, открытая встреча простых граждан двух сверхдержав. В тот момент она воспринимается как прорыв. Ну, секса у нас нет, и мы категорически против этого. Эта фраза сотрудницы интуриста Людмилы Ивановой в одночасье становится крылатой. И уже мало кто помнит ее продолжение. Я говорю, да нет у нас в СССР секса, есть любовь. В СССР секса нет. Теперь со смехом повторяет весь мир. Вскоре на экраны кинотеатров выходит фильм Петра Тодоровского «Интердевушка». И оказывается, секс у нас есть. И даже профессиональный. Сыгравшая роль валютной проститутки Елена Яковлева становится самой популярной актрисой в стране. Иногда узнавали, и не просто, когда я говорю, там, 200 грамм этой колбасы какая есть, или там, 50 грамм масла, или 100. Иногда что-то выносили откуда-то из-под супки. Через несколько лет уже нет дефицита товаров, но экономика в полном упадке. Теперь в дефиците рабочие места. Провинциалки тысячами едут в столицу, но многие из них оказываются на панели. Уличная проституция становится одним из самых доступных способов заработки. Ирина рассказывает, хозяин установил для них жестокие порядки. За ними круглосуточно следят охранники. Для каждой девочки норма. 10 клиентов в день. Два часа в сутки на сон. Качан капусты на несколько дней. Стараптивых везут в отделение милиции на профилактике. Ее вывезли в один из отделов милиции, и дежурный просто засун в камеру к бомжам. Через два часа она вышла, конечно, оттуда как шелк. Девочки, товар скоропортящийся. Поэтому по оперативной информации, новеньких сутенеру поставляют постоянно из провинциальных городов России, Белоруссии, Украины сотнями. Путанов, Путанов, Путанов. 91-й год. Певец и композитор Олег Газманов выпускает свой дебютный альбом «Эскадрон». Диск за месяц становится платиновым. Один из самых ударных хитов – песня Путанов. В Питере, помню, огромные цветы присылали от девушек Питера. Они говорили, что Олег за такую песню готов весь эскадрон бесплатно обслуживать. Одновременно с песней на пиратских кассетах появляется фильм «Красотка». По сюжету, уличная проститутка становится возлюбленной красавцем-миллионером. Красивой истории о грязной профессии грязи не видно. Наивные молодые девчонки голливудскую сказку пытаются примерить на себя. Теперь старшеклассницы в сочинениях на тему «Кем быть?» пишут проститутками. Открывается дверь, заходит такой бугай, здоровый детина, не обращает на меня никакого внимания. И вот так вот одно из моих школьниц делает такой жест, мол, хватит сидеть здесь, пошли. Потом выяснилось, что да, часть наших школьниц занимались проституцией. По всей стране, в центре крупных городов появляются так называемые точки. Бандитские группировки тут же берут этот бизнес под свой контроль. Центр Москвы делят между собой Подольская, Пушкинская, Ореховская и Таганская группировки. Но и они вынуждены делиться. Два раза в месяц наша доблестная милиция набирает девочек в сауну там. Слово «субботник» в 90-е приобретает новое значение. И снова «здравствуйте!» В понедельник начинается с субботы. На вот, разомнить перед поездкой в сауну путаны обычно наводили порядок в милицейских кабинетах. Вот теперь настоящий субботник. Алкоголь сразу дорожает в 15 раз. Народным напитком становится голландский спирт «Роял». 60 рублей за литр. Самая дешевая отечественная пол-литра стоит 50. «Роялом» в Голландии разжигают камины. Но отечественный покупатель об этом не знает. Пьет все, что горит. Я выпил однажды, на самом деле, бывший у них. И у моего соседа появился на первом этаже. Он как раз меня позвал и решил меня отравить. За год от алкогольных суррогатов погибают более 26 тысяч человек. Мини-супермаркет. Так в 90-е назывался любой коммерческий ларёк. В государственных магазинах пустые полки. Зато здесь настоящее изобилие. Только деньги есть не у всех. Ты только посмотри. Ликёрчики у нас разноцветные. Пиво заграничное. Пацаны, вы такое пиво пробовали? Ну что, пасть закрой и к ментам ходить не вздумай, поняла? Продавцы всегда оказываются крайними в разборках между ракетирами. Слишком опасная работа для девушки. Подругам Марине и Ане прямо на дискотеке предлагают поработать в самом настоящем супермаркете в Арабских Эмиратах. Через несколько дней девушки в Дубае. Документы у них отбирают прямо в аэропорту. Следующая остановка – бордель. Иллюзии закончились. Девочки были и из Украины, и из Киргизстана, и из Юрьевпольского, и из Владимира. И начиная с 14 лет. Конечно, по взглядам этих девчонок мы сразу увидели, что... Нам сразу быстренько раздеваться, мы все. Слишком строптивых отвозят в пригород, в рабочие кварталы и заставляют обслуживать чернорабочих. Пользоваться презервативами запрещено. Если она беременна, то дожидались до 6-7 месяцев, 8 месяцев. Вызывали искусственные роды. Они уже на второй день могли просто погнать по 20 клиентов. Девушкам смерть кажется единственным выходом из рабства. И нарезали, потому что уже уставали. Там же нам же их зашивали черными нитками, водкой обливали. И потом опять заставляли работу. Некоторые пленницы пытались бежать и пропадали без следа. Прямо на пляже. Закапали посреди белого дня. 14-летняя Татьяна из Витебска ушла гулять с подругами. Домой девочка не вернулась. Подруга начала бегать. Никто ничего не знает. О том, куда пропала Таня, догадывалась подруга. Но молчала, боялась. У нас знакомый был араб Паша, короче. И он нам чисто сказал, найдите девок, ну, которые, ну, с таких семей, не глубоко, ну, плохих, в принципе, семей. Араб Рубен оказался поставщиком живого товара. Как выяснило следствие, он обманом вывез девочку из Витебска, получив за работу 300 долларов. В московском борделе ее должны были продавать по полторы тысячи рублей за час. Татьяна отказалась работать за сутенера. Били ее жестоко. Потом уделили киперток с чайника и вылили на нее, на голову. Она ручонками закрывала лицо. Двор в районе улицы Тверской. На такой же машине каждый вечер сутенеры вывозят девушек на точку. Отстроптивой рабыни решили избавиться сегодня. Таню швыряют на заднее сиденье. Автомобиль выезжает за МКАД. Девушка понимает, ее везут убивать. Через час тело выкидывают в кювет, как мусор. 1 января 1993 года вступает в силу закон о порядке въезда и выезда граждан Российской Федерации. До этого, чтобы похинуть пределы Родины, даже на несколько дней, рядовой россиянин обязан был отправить запрос в АВИР и несколько месяцев ждать, дадут ли органы добро. Теперь сложная процедура упразднена. В один миг все россияне стали выездными. За границей зарплата в твердой валюте. В начале 90-х об этом мечтает почти каждый. Почувствовав спрос, появляются фирмы-посредники и рекрутеры-одиночки. Девушкам обещают трудоустройство за рубежом. Нашла объявление в газете. Договорились встретиться с Рерих Токеаной. Она мне объяснила все, куда ехать, как ехать. Рио. В 90-е самый популярный ночной клуб в Хабаровске. Здесь вербовщица Татьяна Рейры устраивала девочкам настоящий кастинг. Ну давайте по очереди к шесту. И несколько движений вокруг. Хорошо, молодец. Поактивней. Ага, улыбнись. Нужно пройти по подиуму. Сделать несколько движений вокруг шеста. Алена даже не удивляется. Наверное, такие требования, думает девушка. Фотографии лучших отправляют в Москву для утверждения у хозяина. Вот умничка, молодец. Вот человек доволен жизнью. Умничка, молодец. Следующее. Алене объясняют. Полетим в Иерусалим через Египет. Так легче пройти паспортный контроль. О том, что пересекать израильскую границу ей придется нелегально, девушка даже не догадывается. В 94-м Алену с группой таких же невольниц контрабандой переправляют через пустыню Синай. Сначала их везли на джипах по руслам высохших рек. А последние 30 километров они шли пешком по песку. Ведут девушек бедуины. Только они ориентируются в песках. Если кто-то из них заболевал, она теряла свою цельность, как товар, и просто оставляли умереть. Там, в этой пустыне Синай, похоронены ни одна, ни две. Перейти границу тоже удается не всем. Начинается перестрелка, и пули как бы свистят прямо, на душа не получается. За каждую девушку проводники получают по тысяче долларов. В Израиле стоимость товара возрастает в шесть раз. Российских нелегалок годами не выпускали за пределы мафона. Так в Израиле называют комнаты в бордель. Даже белье и средства гигиены российским девушкам из жалости покупают местные проститутки, работающие тут же. Да, начинались критические дни менструации. Вот посуду мост, губка есть, ее давали. На ночь махоны крепко запирают. Сбежать невозможно. Один из фанатиков религиозных в Израиле, он решил бросить бутылку с загорающей смесью именно в этот бордель. Он не знал, там закрытые, не закрытые. Но женщины-то были закрыты. Сгорело четыре женщины. Две из них, это две, мы предполагаем, что они россиянки. В сети криминальных дельцов в начале 90-х может попасть и любая симпатичная девушка из бывшего Советского Союза, прилетевшая на отдых в арабские страны. Достаточно принять приглашение на экзотический индивидуальный ужин в компании бедуинов. Нам были предложения по поводу ужина с бедуинами, но я как человек разумный совершенно сразу отмела эту идею. Да вообще разные истории ходили, разные слухи, что были истории, когда девушки просто не возвращались. Такое приключение для девушек может закончиться в израильском борделе. Мне говорят иногда, поселают 400, поселают 200, поселают 200. Это Шаташа Малашвили по прозвищу Тарзан. Как позже установит израильская полиция, именно он контролирует поставки девушек из России в Иерусалим и Тель-Авив. Благодаря ему всегда было везено, я думаю, что тысячи женщин. В середине 90-х девушки открыто стоят на центральных улицах российских городов. По данным прессы, секс-индустрию теперь контролируют люди в погонах. В газетах часто упоминается имя Александра Орлова, помощника заместителя министра внутренних дел. Якобы ему лично, через доверенных лиц, подчинялись все сутенеры Москвы. Вдоль улиц теперь витрины с так называемыми выставочными экспонациями. Вставляли там улыбаться, показывать, оголять грудь перед клиентом. Ну, вид, чтобы был товарный. Светлана и ее жених перед свадьбой гостят у родственников жениха в Дагестане. Боевики похищают их прямо с пикника. 17-летняя девушка становится саби, по-арабски рабыня. Так ее называет хозяин гарема, полевой командир Абдель Азиз. На ее глазах жениху отрезают голову. В 90-е в жизнь деловых людей прочно входит ежедневник. Толстая тетрадь в твердой обложке. Сюда заносят записи о важных встречах и звонках. Такую же. Чеченский боевик Абдель Азиз вносил планы вооруженных налетов и имена многочисленных пленниц. Запись от 20 марта 99-го года. Мне при четырех свидетелях подарили саби. 24 апреля объяснил рабыне Айше правила шариата. Обещал отпустить, если получу выкуп. Именно этот дневник стал главным вещественным доказательством в уголовном деле полевого командира. 29 октября 96-го года указом президента Бориса Ельцина заместителем секретаря Совета Безопасности назначен бизнесмен Борис Березовский. Официально его основная задача – решать болезненную чеченскую проблему. Березовский становится посредником в освобождении заложников. Чеченская сторона без всяких предварительных условий отпустила 21-го милиционера. Только через 10 лет российская пресса заметит. Громкие освобождения с участием Березовского похожи на хорошо подготовленный спектакль. Березовский летает в Чечню часто и без охраны. Якобы пригодились старые связи с чеченскими группировками. По данным журналистов, за освобождение рабов платят огромные деньги. Из российского бюджета. Деньги идут на вооружение бандформирования. А людей крадут все чаще. У меня просто выбора не оставалось. Я взяла пистолет и к виску приставила. А он так сел напротив. Говорит, ну и что ты делаешь? Говорит, ну давай нажимай на курок, стреляй. Только, говорит, прежде чем выстрелить, ты подумай, там сестра твоя сидит. Сестер Аню и Женю люди Абдель Азиза в 99-м похищают из подвала в Грозном. Там девочки прятались от бомбежки. Старшей Ане было 15, а Жене всего 12. Они были в другой комнате. Меня туда не пускали. Я слышала, что она там орала, кричала. Атрибуты шпионских романов, жучки и скрытые камеры теперь может купить каждый. Были бы деньги. В борделях и вип-саунах спецтехнику прячут за картинами и зеркалами. Под прицелом объективов стильной мира сего в самых откровенных сценах. Такой компромат становится козырной картой в игре за политическое влияние и финансовые потоки. В языке разведчиков это называется медовая ловушка. В принципе, боюсь даже сейчас говорить о том, сколько карьер полетело, скажем так, в то время. В 97-м эти кадры смотрит вся страна. Человек, похожий на министра юстиции, отдыхает от государственных дел. После эфира Валентину Ковалеву приходится оставить свою должность. Анонимные материалы юридического значения не имеют и иметь не могут. Москва. Басманный тупик. Здесь находится Колизей. В 90-е самый элитный бордель столицы. По данным следствия, это заведение принадлежит тому же человеку, что и бордель, в который попали девушки из Витебска. А это управляющий Колизея, господин Головин. Оперативники называют его правой рукой хозяина. Я хуже владельки, владельцы, это заведение. Шесть, ну зачем? Шесть, ну, пусть приходят, понимаете, когда хотят танцевать, потом с девушкой, то тоже мной приходят. Человека, который, по информации сыщиков, является истинным хозяином борделя. Задержали только 10 лет спустя, осенью 2007 года. Уже после того, как им заинтересовалась съемочная группа нашей программы. Вот он, Виктор Шеремет, выпускник высшей школы КГБ, пловец-диверсант. Судя по материалам следствия, он контролировал большую часть интим-бизнеса Москвы. Сейчас он в следственном изоляторе, но его жертвы до сих пор боятся выходить на улицу. Мы боимся, но не общаемся, я никуда не хожу. Несовершеннолетняя Таня из Витебска выжила. Ее выходили бомжи. Аня и Надежда из Владимира сбежали от арабских сутенеров. Помог постоянный клиент, полицейский. В этом останове, да, едят заключенные. На останове сегодня вот... У нас грудинка, ботлевы, салаты тут. Шаташа Милашвили отбывает наказание в тюрьме Тель-Авива. Его жизнь за решеткой гораздо легче участи девушек, которыми он торговал. Рабочий день Шамилашвили 4 часа в сутки. Каждый месяц отпуск домой. Татьяна Рейрих спокойно живет в Хабаровске, в новой квартире. Сестер Морозовых освободили федеральные войска. Абдель Азиза в суд приговорил к 12,5 годам лишения свободы. Он отсидел всего 9 месяцев. Умер на зоне. Внезапно. Никогда не думала, что я смогу ненавидеть так людей. Многие девочки прыгали просто из окна и разбивались. Шок. В 90-е сексуальное рабство за рубеж попало более полумиллиона женщин из бывшего Советского Союза. Только в Израиль работорговцы вывезли 10 тысяч женщин из России, Украины, Белоруссии. Для многих из них святая земля стала последним, что они видели в этой жизни. В одном из махонов Тель-Авива, около старой автобусной станции, непокорная рабыня, обманом вывезенная из России, отказалась обслуживать клиентов. Ее избили, заковали в наручники и на несколько часов посадили в заполненную льдом ванную. Когда девушку освободили из плена, врачи оказались бессильными. Через несколько дней бывшая рабыня умерла. Это были лихие 90-е.